Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и это инвестиционный эксперимент, как всегда, по вторникам. О чем сегодня пойдет речь? Мы поговорим про пассивный портфель индексный. Я продолжу его пополнение, как всегда, вот уже полтора года. Буду небольшую докупку делать в российский дивидендный портфель и также совершу покупки в международный портфель через Interactive Brokers. Но прежде чем мы перейдем к этим действиям, давайте посмотрим, что происходило на финансовых рынках в последнее время. Происходило очень интересное событие. Я сейчас открою график и мы сразу посмотрим с вами на графике, как что происходило. Это российский фондовый рынок. Покажу его чуть на более длинном горизонте. Видите, падение, когда началась пандемия и затем безумный рост. За один год, вот я сейчас возьму год, российский фондовый рынок прибавил 50%. Очень много, очень много. Давайте для сравнения добавим Америку. Что происходило с Америкой? Америка прибавила не так сильно, плюс 27% в отличие от России. Это за год, вот мы берем ровно год. Но давайте посмотрим более свежие данные за один месяц. А вот за один месяц у нас Россия прибавила около 7% в среднем. Америка минус 2% за последний месяц. Давайте сюда добавим еще нефть. А вот нефть рванула вверх. Сейчас я отключу Россию с Америкой, потом верну. А нефть рванула на 15%. Если мы возьмем за год, то аж на 100%. И по сути нефть сейчас практически на максимумах с 2014 года. И это, конечно, для России, с одной стороны, очень хорошо. Деньги потекли рекой. Ну, если такое долго продлится, потекут. Но и минус, ловушка нефтяного проклятия, что когда деньги текут рекой и делать ничего не надо, то никто ничего и не делает особо. Зачем там придумывать какие-то новые отрасли, развивать что-то делать, когда и так поток неиссякаемых денег. Другое дело, что есть большое опасение долгосрочно, как это сыграет. Но пока так. Так вот, что интересно. Давайте посмотрим. Нефть на 15% выросла, а доллар за это время упал на 2%. То есть вот какая корреляция интересная. То есть нефть выросла на 15%, рубль ослабел всего лишь на 2% при этом. Так, но давайте теперь наложим российский рынок. Нефть выросла на 15% и потянула, конечно же, Россию, поскольку существенная часть российского рынка, вот он, это нефтегазовые компании. Сбербанк, прошу прощения, Сбербанк не нефтя, дай как раз. Газпром, Сургутнефтегаз, Лукоилд, Татнефть и так далее. Основные крупные игроки. Но за счет того же Сбера, который не нефтяная компания, все-таки не так сильно. Америка. Минус 2%, примерно как доллар. И давайте ради интереса еще биткоин. А вот биткоин 26% за один месяц. А если возьмем за год? За год биткоин 409%. Синенький у нас. Так, кто у нас синий? Синий. Это синий, это нефть. Плюс 100% прибавило. Затем идет российский рынок 50%. Американский 26%. И доллар за год подешевел на 6,6%. Вот такая интересная внешняя ситуация. Теперь давайте пойдем далее. Мы посмотрели с вами, что происходит вовне. Как всегда предупреждаю о рисках. То, что делаю я, это делаю я. У вас могут быть совсем иные планы, приоритеты и разумные действия в вашей ситуации. Я инвестирую в облигации акции золота в рамках пассивного эксперимента регулярно, пассивно сохраняя структуру портфеля. И состав портфеля сейчас вот такой. То есть структура, которую я стремлюсь соблюдать, это акции американские и российские по 27,5%. 10% IT акций. Германия и Китай по 5%. И защитная часть золота, облигации рублевые и долларовые. И сегодня я планирую докупать то, что просело. Российский рынок рвет вверх и у меня уже его перебор больше, чем планировалось. А вот американский наоборот в просадке. И сейчас я буду докупать Америку. Буду докупать IT компаний. И буду докупать немецкие компании. Кстати, вот если вы посмотрите, тут много было панических возгласов, что я купил фонд американских акций и потерял 99%. Все, что вы говорите, это лохотрон и развод. И вот меня, как всегда, обманули. Нет, подождите, вас пока еще не обманули. Возможно, много еще впереди. Но сейчас просто произошел сплит, так называемый, деление. То есть акции поделились в 100 раз. То есть на одну акцию теперь приходится 100 акций. Но, соответственно, они в 100 раз подешевели. Из-за этого это техническая просадка. Минус 99%. На следующей неделе мы уже увидим более четкие реальные цифры по этому сегменту. Давайте я открою Intel Invest. Мы сейчас посмотрим, что происходит с портфелем. Что показывает Intel Invest. Вот открываю. И у нас средняя годовая доходность 16%. По данному портфелю абсолютная где-то 11%. Больше всего 40% дали российские акции. Вот кто-то недооценивал российский рынок и говорил, Россия отстой. Это все несерьезно. Вот вы были неправы, друзья. Не надо недооценивать Россию. Америка дала всего лишь 12% на фоне 40% российских. При том, что доллар подешевел. Это, конечно же, не значит, что это и далее будет так. Но, тем не менее, вот в моем портфеле так. Больше всего в просадке Китай. Но, к слову, Китай немножечко стал восстанавливаться. В последнее время сейчас давайте открою сам мой портфель. В Тинькове. Ну, немного. Но, тем не менее, вот уже одна хотя бы оторвался на некоторое время. Вот если посмотрим более глобально. И давайте сделаю, собственно, докупки, которые я планировал. Акции американских компаний. Смотрим сейчас в некоторой просадке. Я их докупаю 250 лотов. 250 акций купить. Готово. Купил. Далее акции IT-компаний, которые также в просадке. 57 лотов докупаю. Готово. И акции немецких компаний, которые тоже несколько просели. Это некоторая диверсификация на Европу. Вот более длинный горизонт посмотрим. Но за один год такая ситуация. Покупаю 100 лотов. Так, 100 лотов. Акции немецких компаний. Готово. В пассивный портфель докупки сделал. Теперь открываю мой портфель. Портфель российских дивидендных акций. И здесь я в рамках нашей аналитики в инвестиционном клубе «Финанс-1». Кстати, вот недавно многие присоединялись. Кто успел, поздравляю. У нас там есть раздел «Аналитика». И регулярно мы делаем оценку именно дивидендных акций российских. Может быть они не нужны в вашем портфеле. Тогда вам это не столь актуально. Там есть разделы по индексным фондам. Но для тех, кому актуально, тут есть подборка. И сейчас я буду покупать «Норникель», у которого ожидаются очень неплохие дивиденды. На уровне 15%. Но и при этом есть хорошие перспективы по росту. По крайней мере, согласно той аналитике, которую использую я. «Норникель» стоит недешево. 22 тысячи за одну акцию. Поэтому я покупаю только один лот сейчас. Так. Готово. Сделал докупку. Одного лота. У меня было 5 акций «Норникеля». Теперь будет 6 акций. Вот сейчас должна обновиться полосочка со средней ценой. Но не хочет пока. Ладно. И следующее, что я сделаю, это докупки в мой международный портфель. Как вы, если следите, то помните, я на самом пике продал существенную часть акций. Перевел все в доллары. И сейчас постепенно как раз получилось, что акции просели. И я буду докупаться обратно несколько подешевевшими акциями. Но я буду все переводить полностью в фонды. Вот такая структура сейчас. При этом я еще хочу убрать фонд «Нобл». Оставлю только «Вим» «Вангард» «Хай Дивиденд Йилд» «ЭТФ» и «СПВАЙД». Потому что «Нобл» он посередине. Он хуже «Вим» на длинном горизонте и хуже «СПВАЙД» на коротком горизонте. И в общем-то, чтобы опять же упростить себе жизнь, иметь достаточную диверсификацию, но меньше внимания это требовало, я «Нобл» уберу и оставлю только «Вим» и «СПВАЙД». И давайте я сейчас зайду в мой дивидендный, в мой международный портфель «Интерактив Брокерс». Так, сейчас, чтобы он вошел полностью. И вот так он выглядит. Как я сказал, «Нобл» я продам сейчас полностью. Так, 5 лотов по рыночной цене. Продаю «Нобл» и докупаю следующие позиции. Возвращаясь к… Вот здесь вот у меня в структуре. Я… Давайте сразу покажу, что я хочу. Я хочу докупить. То есть «Нобл» я убрал. Все, «Нобл» у меня нет. И убираем. И у меня остаются вот эти позиции. Я хочу докупить «Вангард» до 30 лотов. Хочу докупить до 100 лотов «Фиделити» Реал Эстейт. Это фонд недвижимости. ETF на недвижимость. Здесь хочу докупить «СПВАЙД». Докупить еще столько же 60 лотов. И ETF на «СП500» VOO от «Вангард» я планирую взять 3 штуки. Он довольно дорогой, по 400 долларов каждый. И, ну, соответственно, тут она не совсем обнулиться кэш, но станет заметно меньше его. Целевая структура у меня следующая. То есть 30, 30, 30, ну и 10% кэша. Но на самом деле кэш я не буду оставлять именно в самом портфеле. Это будет у меня отдельно уже. Сам портфель будет состоять 1 треть здесь в недвижимости, 1 треть в дивидендных историях и 1 треть в индексном классическом фонде. Итак, реализую. Начинаю с «Фиделити Реал Эстейт ИТФ». Откроем. Сейчас вот он в некоторой просадке на 10% вместе со всем рынком. Доходность около 3% от дивидендов. Так, вот. Вот здесь вот. Доход от дивидендов. А сейчас у меня 70 акций. И я докупаю 30 акций по рыночной цене. Так, 30 по рыночной. Отправляю ордер. Это сделано. Сейчас еще не открылась биржа. То есть как только откроется, произойдет собственно сама покупка. Далее идем «Венкью». Докупаю «Вангард Реал Эстейт». Тоже фонд недвижимости. Аналогично. Также в просадке на примерно те же 10%. Доходность у него пониже. Но я хочу иметь диверсификацию. Так. Докупаю «Вангард Реал Эстейт». Далее идем «Следующее», что я беру «СПВАЙДИ». «СПВАЙДИ». Тоже в просадке. Но, кстати, поменьше. Меньшая просадка. Здесь 3,9. Средняя дивидендная доходность. Покупаю 30 лотов. Так. Отправить. Готово. Готово. И следующая позиция, с которой я буду работать, это «ВОО». «Вангард СНП 500». Здесь, собственно, это широкий рынок СНП. Средняя дивидендная доходность по рынку 1,5%. Также в просадке, но поменьше. Где-то 5%. И докупаю 3 лота по рыночной цене. Готово. Но, собственно, я реализовал свои действия в пассивный портфель из индексных фондов, в дивидендные акции «Норникель». И в международный рынок также я сделал свои докупки. Мои шаги сделаны. Напишите ваши мысли, куда инвестируете сейчас. Сейчас вы, будет интересно узнать. И всем удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский.